добрый день дорогие друзья студия белорусский дар и андрей яковишин ольга яковишина мы рады вас приветствовать на нашем канале и это будет классное время у нас сегодня вообще мы в радости мы в торжестве мы в ожидании и я хочу чтобы у вас это настроение оно было такое же просто настройся на радость на торжество и сегодня тебя прорвет ты можешь поприветствовать тоже наших друзей здравствуйте дорогие друзья сегодня я чувствую я уверена на сто процентов мы с ходатай не молились перед эфиром сегодня будет просто потрясающее время так что ожидайте друзья мы уже неделю находимся вот в этой теме торжества нам на этой неделе просто отец каждый день говорит что я послал вас для того чтобы вы крестили людей в атмосферу торжества чтобы вы крестили в мое торжество чтобы вы погрузили их в то в чем живет их отец то есть он в то в чем живут все небожители и ты можешь прямо осознать это сейчас что все все небо все все небеса небеса небес они находятся в состоянии торжества скажи со мной это слово сегодня торжество скажи еще раз это торжество я знаю что эти эфиры которые мы сейчас проводим о торжестве это было воскресенье был потрясное время у нас лавина свидетельств просто лавина никогда такого не было и никогда не было такой агрессии религиозных ненормальных людей которые они просто их раздражают я даже не побоюсь этого слова сказать их бесит радость их просто гневает радость ну понятно что кто-то может сказать что ну зачем ты так ненормальные люди ну нормальные люди они торжествуют ненормальные люди они удаляются с пира да они гневаются они злятся на вопрос хозяина пира почему ты не радуешься они молчат они молчат они созерцают свою самоправедность поэтому есть такие высказывания разные знаете не хочется с негативного начинать но мы сегодня все равно затронем это мы все равно сегодня пораздражаем всех вас религиозные странные люди которые ставят дизлайки которые пишут всякую ерунду на в комментариях мы до вас доберемся аллилуйя хватит мы морить хватит мы морить но сегодня друзья основной наш акцент будет на торжество я уверен что сегодня будет множество людей которые будут смеяться вы обнаружите свой смех звук своего смеха вы обнаружите свою непорочность вы обнаружите сегодня удивительные эмоции как на которые вы не были способны раньше я прямо слышу внутри меня смех многих людей кто-то уже сидит смеется кого-то уже накрывает и вы блаженные люди вы счастливые люди потому что смеяться это свобода торжествовать это царство божье скажи сейчас вместе со мной есть такое провозглашение которое бог нам дал на этой неделе которая производит неизменную радость неизменную веру и неизменное торжество и ты можешь повторить это вместе со мной ты можешь сказать царство божье это дух святой здесь и сейчас халлилуйя скажи это еще раз царство божье это дух святой здесь и сейчас и пусть тебя накрывается халлилуйя вообще потрясная атмосфера такая радость друзья у меня такое чувство что я на детский утренник пришел это очень классно такой новогодний такой новогодний где все таки в белых гольфиках такие хорошие мальчики хорошие костюмчиках зайчиков и белочек до снежинок разных таких вот принцесс ты сейчас говоришь и я вспомнила как однажды пришла это был один из моих первых визитов в церковь когда ты меня пригласил и в общем я тогда вообще ничего не ну не знала что такое прославление а тем более танцы и был какой-то особенный день и кружилась танцевала женщина вот понимаешь да и вот знаешь вот когда ты не в теме реально тебя это приводит просто в какой-то ужас раздражение это что ты делаешь вообще ждает и движение какие-то такие странные и она была в таком белом платье и я помню так смотрела не думаю интересно вот кого-то изображаешь снежинка ты там бабочка кто вот и вот сегодня я понимаю что она была невестой поэтому танцы это тоже круто я думаю мы когда-нибудь об этом поговорим мы не просто об этом поговорим мы сделаем прямо вот здесь эфир где мы будем танцевать мы это обязательно сделаем у нас это все готовится у нас даже есть специальные люди которые продвинутые в танцах и все нам помогут это сделать мы даже вчера порепетировали немножко да мы здесь вчера если вы очень захотите мы даже выкинем этот роличек у нас здесь был такое типа офисного дня и мы собрались командой взяли гитару сначала думали что сейчас мы будем тут поклоняться там найти а святой дух нас побудил включить вот эти такие ритмы танцевальные такие знаете сейчас этот хит этот хорошо хорошо слава богу хорошо и мы тут как зажгли и 2 песней 3 короче мы тут танцевали и один наш такой папараццо он заснял нас на видео очень помазанное видео друзья я хочу сказать что торжество только начинается я хочу сказать что воскресенье в прошлое мы говорили от а тогда такую тему воскресший смех и мы говорили о том что смех это сам господь это сам само воскресенье что господь он посмеялся на на своем престоле смех он был рожден прямо на престоле смех это было то что воскресло отодвинула плиту смерти это было воскресенье мы знаем что исаак это имя означает смех или он будет смеяться и именно исааку была дана великая привилегия быть прообразом спасителя прообразом спасителя и родоначальником израиля он тот в ком было наречено семя аврааму это значит что все потомки и мы галмы говорим что потомки это не те кто рожден по плоти а потомки это те кто рожден по обетованию сыны обетования всем им было наречено вот это имя представьте он будет смеяться мы говорили об этом в прошлый раз и мы получили лавину свидетельств некоторые из них я прям даже хотел бы зачитать друзья самое интересное почему мы сегодня продолжили тему вот торжества и хотим помолиться в конце за исцеление костей потому что в писании сказано что унылый дух он сушит кости а веселое сердце благотворно как врачество как исцеление и это на самом деле не какая-то метафора это буквально депрессионное состояние или мрачное состояние она вымывает из костей питательные нужные элементы почему употребляется еще такое слово что радость она уточняет кости уточняет это сделает жирными они не становятся не ломкими они становятся напитанными вы знаете что такое сухой хрящ хрящ это конец движению конец просто это артрит это разрушение и мы получили свидетельство исцеления костей позвоночников пяток тазобедренных суставов просто есть такие свидетельства я бы честно говоря люди пишут такой восторг знаете даже пишут так надоели извините христиане с вытянутыми унылыми лицами радость торжество смех и слава наша судьба не длинные тексты не буду читать пишут пастор андрей извините но я так никогда не смеялась вы на чудо творили не могу остановиться я не могу вообще вы представляете женщину так накрыла что она смеется остановиться не может быть явно на чудо творил а здесь вообще есть такое свидетельство это просто я сам смеялся когда его читал короче две сестрички близняшки значит посмотрели вот это все и вошли в этот смех то есть них так накрыло они мне еще одна из них даже сегодня писала вот они пишут мы с сестрой я сразу меня как человека созерцательного рисуется эта картина я их увидел прямо в духе меня это так развеселило мы с сестрой и в скобочках мы с ней близнецы практиковали смех и после этого мне пришла ваша проповедь о смехе спасибо сейчас мы с сестрой созвонились смеемся остановиться не можем рассылаем видео всем знакомым аллилуйя сегодня снова утром слушала ваш эфир про радость мою приятельницу во время просмотра накрыла она даже не захотела салфы разговаривать чтобы не спугнуть радость представители не спугнуть радость это человек обнаружил себя в состоянии в котором не было никогда и он настолько этому было удивлено думаю только бы это не пропало я думаю как мысли те лицемеры вот действительно друзья те лицемеры которые ну ну пренебрегают или вот презирают эту радость почему лицемеры да потому что радость это веселье свобода сердца это вожделенное состояние для каждого человека ведь тварь написано она стенает она стенает и этот стон должны услышать цены принести туда радость аллилуйя свидетельство значит была проблема тазобедренные кости болели много лет после рождения четвертого ребенка 13 лет кости болели привыкла к этой боли и делала снимок врач сказал кости стерты и удивился как я хожу но всегда молилась и хожу но боль была когда начало значит ну я не буду все зачитывать ваша проповедь о смехе произвело на меня такое торжество сразу начала все делать что вы говорили вот это вера то есть когда мы говорим смейся смейся значит надо взять и смеяться друзья и я вот можно сказать это накручивание можно сказать это что угодно но вот факт человек исцелился как как начало смеяться у меня прошла боль в пятке а сегодня утром я себя очень прекрасно чувствую нет болей в костях хочется петь смеяться песни звучат внутри точно как вы говорили аллилуйя еще свидетельство я вчера смотрела видео про смех друзья вообще-то это было видео не про смех это было про торжество смех он конечно воскресает он воскрес а то есть воскресенье но видео это было не про смех это никого это не comedy club это не какая-то юмористическая передача и это царство божие и вы знаете что друзья в царстве можем люди смеются так что ни одному к вну не снилось ты уже чувствуешь это вчера смотрела ваше видео про смех и исцелилась это бомба я вас знаю еще с времен понятно них с тех времен спасибо огромное за ваше служение и его слушать слушайте друзья ну это надо услышать извините но меня прет после воскресшего смеха я реально знаю что я получила освобождение исцеления костей кости это просто друзья я вот просто дорогие почему я хочу это зачитать потому что мне нету времени снимать вот эти там ролики со свидетельствами скрины какие-то соцсетях размножать их много ну и к тому же без разрешения людей я не хочу выкладывать их знаете переписки там но еще вообще больше всего мы сейчас зачитываем эти свидетельства для того чтобы вы которые еще не смеетесь которые критикуются которые еще просто вам это не открыто чтобы вы видели насколько большую работу насколько сильно это послание понимаете просто почитайте и подумайте вы может быть не правы меня удивляет вот это вот когда под этим видео где говорится про торжество смех радость там на комментов десятки позитивных свидетельств хороших и вот найдется какой-то человек который прочитав все это напишет у свою радость какую-то это просто это просто странно что эти люди они считают смех не то что неприличным даже считают греховным понимаете греховным даже я не помню где-то или в притчах написано что это прилично радоваться на вам лично славословие да 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 рождается она не может из эти тоски родиться но рождает вас занимаюсь славить боги и написано что правым прилично славословие от этом сегодня еще поговорили праведным кстати уже ну может быть если ты считаешь то смех это неприлично радость это неприлично в господа может быть стоит праведности своей мы сегодня друзья нашей нету целью вас смешить у нас сегодня есть цель транслировать передать крестить вас в эту силу где смех это просто одна из разгружающих освобождающих сильных эмоций предусмотрен это как сила воскресения одна один из пунктов радость и поэтому мы будем сегодня молиться за исцеление очень много нужд поступило и мы сегодня читаем эти свидетельства чтобы вы видели что ответ не просто исцели и там и я пошел ответ перемене всей жизни друзья смех радость торжество вы запомните дорогие то что мы говорили в прошлый раз все что всякая личность одета не в торжественную одежду она не может быть в радости господина поэтому прежде чем пир начался написано связали по рукам и ногам и выбросили и еще раз говорю это не значит что господь хочет кого-то выбросить это означает то что состояние у тебя как в царстве должно быть царское царство но здесь и сейчас это дух святой поэтому написано облекаемся в небесное наше жилище аминь тут женщина вообще пишет через вас и с вами драгоценный андрей и ольга яковишины слушайте я стала как будто инопланетянкой с какой-то иной галактики под названием просто любовь благодарю нескончаемо ну и тут еще 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 инопланетянка то есть представляете что это состояние у людей иногда но настолько непривычно что они чувствуют как будто в другое измерение попали друзья это есть измерение царства божьего вот это и на иная планета инопланетяне да это не иная планета это измерение царства божьего это высшая небесная реальность которая здесь и сейчас аминь женщина пишет я вижу в духе реакцию демонов на смех это не только страх и ужас сколько растерянность и смятение паника и удирание обеспечено сто процентов но человек увидел что когда он смеется тьма отступает но написано что сидящий живущий на небесах посмеется другом переводе написано выставит на посмешище то есть кого врага который восставал на него выставит на посмешище вы знаете вот нет очень нравится это этот период выставит на посмешище это не просто даже радостный смех а это смех который заставляет драпать твоего врага и вы знаете что когда сверкают пятки врага это очень смешно это веселит моя жена мне рассказала удивительный случай когда ну ты сама расскажи но это случай с детства ну вы наверное у кого есть домашние животные несколько раз точно переживали это в общем у нас было щенок и он когда расходился вот я начала с ним баловаться и он так расходился что на самом деле стал меня грызть за руки кусать и так больно а я ну я начала смеяться но мы баловались да но стала смеяться ну как как сквозь слезы и в общем смеюсь он меня грызет я глядя на него смеюсь и он такой смотрит на меня сразу а потом ему стало как будто неудобно перед моим смехом то есть он стал такой пятится пятится и убежал я до меня дошло сразу вот представляешь вот этот это ж надо нам так это наша реакция должна быть ты тогда в детстве понял что он от смеха убегать да да понимаете но все это с годами как-то притупилась забылась друзья смейте своим обидчиком мораль этой истории такая что если тебя кусает собака начинай смеяться и она убежит всех можно распугать своим смехом правда у некоторых людей такой смех что там и реально испугаться можно ну а ну нам теперь собаки не страшны так мы просто смеемся в лицо мы просто смеем мы вообще смеемся всем в лицо кто против нас и они убегают они убегают еще чуть-чуть шалом пастор андрей драгоценная олечка спасибо за эфир и за молитву накрыла реально и такие тут бокальчики типа там вино да наполнилась смехом счастьем радостью вернулась моя радость и покой вернулась очень густое помазание божье присутствие огонь ну не могу не поделиться радостью ну вы представляете друзья вернулся мой смех ну вот кажется что может быть лучше знаешь вот когда тебе пишут что смех у человека вернулся это еще значит свидетельство получила в свой дух свободу от перенесенного развода это было 35 лет назад а мы просто помнишь молились там была одна из нужд было снова снова знания что женщина перри перенесла тяжелый развод вот в таком состоянии и вот он эта женщина она вышла на связь и говорит это я 35 лет назад перенесла развод сейчас я поняла ну прорвало я свободная счастливая рада меня переполняет радость которая была зажата во мне еще с детства в детстве я много смеялась меня даже били за это и со временем я этот дар дар вот понятие вот человек который страдал он знаешь о смех это дар потеряла сегодня у меня праздник душа радуется дух смеется спасибо олечке за откровение о смехе тебя благодарят так что еще что еще бог освободил мою душу от страха от того шока которая перенесла и сегодня ввел в торжество через ваш эфир круто пребывать пред его лицом мои друзья напитывайте сейчас просто пускай это будет как знаете свидетельство иисуса вы это дух пророчества то есть когда ты слышишь свидетельство это дух пророчества что это означает когда ты слышишь свидетельство что у кого-то это произошло это значит что бог это делает сейчас для тебя это производит в тебе так помазание наполнило сразу как начали молиться эта женщина аж от края земли пишется не буду страну называть очень далеко прямо там вообще так 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 плакал ну женщина тоже пишет плакала смеялась радовалась как никогда помазание наполнило мою душу любовью о иисус слава тебе слава тебе господь и ну мы таки повыбирали интересные друзья каждый было свидетельство извини помнишь женщина 62 года написала да 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 ой это было вообще бомба просто женщина написала в возрасте в молодом возрасте как положено женщине но написала что 27 лет она уже христианка и никогда говорит за 27 лет никогда вообще не переживала радости представляете я думаю это же как нужно человека в церкви погрузить во что в какое учение что 27 лет человек находится со христом во христе и никогда не переживал радость меня это изумляет это вообще всем пастором которые делают с людьми такие вещи я вам говорю себя духом божьем вам придется отвечать за это вам придется отвечать за это это не смешно 27 лет человек ходит церковь никогда не переживал радость друзья я хочу сказать что иисус это самая радостная личность во вселенной самая радостная радость без смеха невозможно поэтому вы можете прямой вывод сделать что иисус это личность которая смеется иисус это личность которая радуется иисус почему ты так думаешь потому что написано что он возненавидел беззаконие и возлюбил правду и поэтому бог помазал его елеем радости больше всех людей вы можете найти эти слова в писании подумать елеем радости кто-то говорит о елее как о чем-то там помазание сила но елей радости друзья есть елей радости что такое елей радости это сила божья которое производит позитивные эмоции радость победу торжество и ликование вот что такое елей радости поэтому когда мы я извиняюсь вешаем этот баннер и там написано помазание смеха религиозный ум он рисует какую-то страшную картину они там пишут на эти вот есть группы разные там начаты где тысячи верующих людей некоторые комментарии на эту на это заявление о помазание радости читаешь и изумляешься думаю люди верующие вы вообще библию там читать вы же ссылаете что это не от бога ну аргументируйте и знаете они аргументируют некоторые пишут идите работать типа я тут веселю людей горит идите работать они знаешь я работаю оля рабочем мы работаем и он и у нас хорошо все с этим дело они знают об этом а другие пишут что там смех вожда обратиться в плач есть такое место писали конечно есть такое место писать только перед этим сказано что прелюбодеи и прелюбодеицы там посыпьте голову пеплом и смех вожда обратиться в плач и ну если ты прелюбодею, то пусть твой смех тогда обратится в плач. Другие пишут, вы там радуетесь, а я, говорит, жена, скорбящая духом. И это мою. Знаете, вот так они выставляют, что жена, скорбящая духом. Есть такое в Библии? То есть держатся за эти. Держатся за свои скорбные переживания. Им кажется, что они, когда скорбят, они так духовнее. Ты меня сдержи, потому что если я сейчас разойдусь, то религия, это, друзья, это как орехи. Мы так любим их молоточком чуть-чуть, так раз, раз. Что и жена, скорбящая духом. Мы знаем это место писания. Оно в 54 главе книги Исаия написано, что как жену, скорбящую духом, призывает тебя Господь. И пишем этим людям, друзья, так вы почитайте, глава начинается. Оля говорила это в эфире. Глава начинается со слов. Возвеселись. Неплодный. Нерождающий. И там т-д-д-д. И дальше написано. Как жену, скорбящую духом, призывает тебя Господь. Что сделать? Возвеселиться. Возвеселиться. Воскликнуть. Халилюя. Воскликнуть от радости. Вот так это переводится. Но когда твое мышление узколобое, когда у тебя лицо от скорби вытянутое, как у осла, и даже не у такого ослика, на котором Иисус радостно въезжал в Иерусалим, а у какого-то грустного осла, куда не взяли на это торжество, вот тогда ты видишь только слово скорбь. И слово Божье, оно как зеркало отражает твое состояние твоей природы. Написано, что каждый, кто смотрит в слово, он похож на человека, рассматривающего природные черты лица своего, природные черты лица своего, в зеркало. То есть слово это зеркало. И вопрос в том, какой ты природы. Если ты человек новой природы, помазанный тем же елеем радости, как помазан Сын Божий Иисус, если ты новое творение, ты видишь в слове радость, торжество и победу, которая не говорит тебе о том, что да, да, радуйся, а ты потом загремишь, и посмотрим, как ты будешь радоваться. Человек даже когда думает, что а кто может не загреметь? Любой может загреметь. Но когда ты мыслишь, как новое творение, ты можешь мыслить обетованием, как написано, что ты будешь падать и не упадешь. Может ты и будешь падать, но Бог, Он сделает так, что ты не упадешь до конца. Что ты вообще, то есть слово полное поражение не будет свойственно тебе. Он дал это новому творению, что ты не умрешь, с тобой ничего плохого не случится. И волос не упадет с твоей головы. Но это же надо осознавать в себе природу нового творения, чтобы так мыслить, смотря в слово. Но человек, когда он считает, что скорбить это более духовно, как нам писали, что ну вы детишки там еще, типа радуйтесь. Не доросли до серьезности. когда мне говорят, что я детишка, это комплимент. Потому что прямая заповесть помазанного елеем радости, будьте как дети. И хочу сказать, что если он говорит, будьте как дети, скорее всего, ты можешь догадаться, что и сам он, давая это указание, придерживается его. Поэтому радуется, веселится. Одно только то, когда ты представишь Иисуса, который здесь на небесах, здесь на небесах, скажи со мной, здесь на небесах, здесь на небесах, Иисуса, который может, вопреки твоим религиозным этим катаклизмам в голове, религиозным этим клизмам, танцует, ликует, радуется и смеется. То есть прекрати себе его рисовать, как какого-то грустного деда с бородой, который осуждающе смотрит на мир и такой гряду, гряду, накажу, накажу. Ай-яй-яй. Ну, на самом деле, нам, друзья, нам пора учиться культуре царства Божьего. То есть не своей культуре, там, где все стильно, чопорно, там, где ты беспокоишься за свое лицо. В царстве все наоборот. Это ты, когда в миру ходишь и постоянно улыбаешься, тебе говорят, что ты лыбишься, как дурачок, что ты все время улыбаешься. А в царстве наоборот, когда ты ходишь унылой, с унылой физиономией, ну, что ты ходишь, как неправедный, друг, ну, улыбайся. Я приводил этот пример, когда Ниеме, да, он пришел к царю, ну, у него была нужда, там, Иерусалим был развален, ему нужно было восстановить все, и он грустный был. И царь, представьте, это хороший образ для, ну, скажу такими простыми словами. Царь у него спросил, ты, по-моему, печален? И потом говорит, ты не болен, этого нет. Ну, что с тобой? Я вам хочу сказать, вот, представьте, вот царь, это языческий царь, он говорил такие вещи, он говорит, если ты печален, ты, одна только причина, ты что, больной вообще? Ну, что ты заболел, ты вот, знаете, как он не видел даже никакой причины, когда ты находишься в царстве, в эпицентре царства, в Духе Святом. То есть, это воспринимается, как ненормальная болезнь, находить в эпицентре изобилия, находиться в эпицентре изобилия, в эпицентре преуспевания, в эпицентре силы, в эпицентре любви, и ходить с печальной миной, друзья, это точно, это заболевание. Поэтому, друзья, беззаконие, как мы говорили в прошлый раз, беззаконие, это противление духу жизни, противление торжеству. Все, что противится духу жизни, будет вышвырнуто вон из торжества. Вы знаете, что говорится, вот эти слова, я хочу, чтобы вы начинали уже видеть это. Когда пришел хозяин, он дал какие-то таланты, дал помазание, говоря языком христианским, дал возможность для преуспевания, для возможность для преумножения, для возгревания, дал своим рабам. То есть, когда он пришел и видел эту прибыль, он говорит, войди в радость господина. Представляешь, у господина внутри, в том, что принадлежит господину, только радость. А этого, говорит, негодного, который не радовался, не преумножал, не преуспевал, говорит, выкиньте. Куда? Во внешней тьму. То есть, внутри господина, внутри владений господина, мы еще раз, еще раз не устаем это говорить. нет места никакой печали, нет места никакому, знаете, вот этому унынию, нет места никакой скорби. Все, кто говорят, что они скорбят, и там, многими скорбями надо войти в царство, вы вдумайтесь в эту фразу, вы еще в него не вошли. Многими скорбями надлежит найти в царство. Вот написано, человек, который в царстве, он не скорбит, там этого нет. Аминь. Поэтому, если ты сегодня говоришь, что царство – это мир и радость в Духе Святом, дружище, если ты скорбишь, ты не в Духе Святом, потому что царство – в Духе Святом, и в Духе Святом царство, а в Царстве Божьем скорби нет. Если ты в Духе Святом, не говоришь, что ты скорбишь. Круто. Аллилуйя. Поехали дальше. Вы готовы сейчас это слушать? Наша тема сегодня называется «Смех непорочности». Я думаю, что многие уже понимают, о чем речь идет. И хочу зачитать из книги Иова «Страдальца». Так? Так. Значит, такое место. Значит, один из друзей Иова, давайте я чуть-чуть открою эту картину, чтобы было понятно, о чем речь пойдет. Иов болел, он потерял все, что у него было. Значит, от него отвернулась жена, то есть бросила его в этой скорби. Он болел страшной болезнью, скреб себя, кожу, она кусками от него отваливалась, он сидел и жестоко страдал. Жестоко страдал. И появились у него такие утешители, наподобие тех, которые комментарии нам пишут плохие. Да, вот они появились и начали его вразумлять. Одни говорили, «Грешок у тебя есть точно, потому что если бы грешка не было, представьте, религиозные люди говорят, ты бы не страдал». Все страдальцы, я хочу вам сказать, грешков нет. Нет грешков. В смысле, кто не без греха? Ну, если ты все еще с грехом, ты ничего не знаешь о праведности во Христе. И слушайте, что говорят эти религиозные люди. Они были очень набожные все. Они были такие верующие, что некоторым отдельным даже не снилось. И вот он сидел, страдал, и один из них утешает его. Утешитель такой, знаешь. И говорит, «Он еще, он еще наполнит смехом уста твоей, он это Бог. он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием». Иов 8,21. Я хочу чуть-чуть остановиться и сказать. Представьте, религиознее, чем эти люди, на тот момент на планете было трудно найти. Почему я так говорю? Потому что Иов был очень благобоязненным. Очень. Там даже написано, что Бог это признал, что нет такого, как Иов на всей земле. И эти трое, они были его друзьями. Задумайтесь об этом. В конце их упрекнул Бог, сказал, что вы не так правильно говорили, как Иов. Это означает, что они правильно говорили. Но Иов говорил лучше. Он превосходнее был. Говорил. Но тем не менее, это были очень религиозные, богобоязненные люди. И даже эти богобоязненные люди, это я сейчас говорю, знаете, для чего я это говорю? Я хочу, чтобы всякое беззаконие мрачное было вышвырнуто из сознания твоего. Что есть какой-то повод для хождения в мрачности, в бессилии, в болезни. И вот эти люди, представь, они говорили, что он наполнит, они признавали, что Бог наполняет смехом уста и губы радостным восклицанием. Когда мы кричим, ааа, 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 аллилуйя! Чего вы кричите? Чего вы кричите? А ну тихо, тихо! Будьте в скорби, будь вот таким. В этом нет никакой силы. Они все признавали, что Бог, и это говорится не о том, что он наполнит тебя радостным смехом твой рот, и ты будешь выглядеть как шизоид какой-то и на посмешище людям. Нет! Они говорили об этом как о каком-то пике вообще его благоволения. Говорит, он наполнит еще. Знаешь, когда человек сидит и скребет себя болезнью кожи, скребет себя черепицей, соскребая мертвую кожу до мяса, до костей с себя, и ты ему про смех говоришь. Но даже эти религиозные люди знали, что это пик благоволения, когда ты еще начнешь смеяться. И это не означает, что ты себя каким-то образом развеселишь. Это означает, что это инициатива Бога. прямо с престола он наполнит твой рот смехом. Там так и написано. Уста твои и губы твои радостным восклицанием, радостным криком. Один из переводов говорит, буквально говорит, наполнит рот смехом. Это не означает, что вот это вот смех выглядит это смех такой, знаешь, во весь рот. Хохот. Знаете, что такое наполненный смехом рот? Это хохот. Это просто переполнение. И один из религиозных богобоязненных людей в ветхозаветные времена, даже еще какие ветхозаветные времена, вы знаете, что Иов, книга была написана, она датируется одной из самых древних в Библии. Даже она датируется раньше, чем Бытие было написано по дате. Но можете изучить этот вопрос. И книга Иова, она очень древняя. Очень древняя. И эти древние люди, я не знаю, на что они там ориентировали, знаете, на какие заветы, на какие заповеди это стоит поизучать и увидеть. Но они были очень богобоязненны, это факт. И они говорят о Божьем благоволении к Иову, говорят, он еще сделает так, что сам наполнит рот твой смехом. И уста твоей радостным восклицанием. И они привязывают это к чему-то. Почему он это сделает? Давайте я зачитаю полностью. Здесь, значит, говорится так. Нет, не отвергнет Бог непорочного и не поддержит злодея. Он возвратит тебе веселый смех. Веселый смех. Смотрите, они говорят о смехе как о чем-то, что возникает из непорочности. Я хочу, чтобы сейчас непорочные возрадовались, а те, кто считает, что они не без греха, огорчились и обличились к радости. Друзья, еще раз говорю, Бог написано не отвергнет непорочного. Он возвратит тебе веселый смех. Смех принадлежит непорочным. Аллилуйя! И устанто им вернет ликование. И, друзья, я хочу вам зачитать реакцию праведного Иова на эти слова. Иова 9.2 он говорит. На эти слова праведный Иов ответил так. Вот как он говорит. Правда знаю, что так. Халлилуйя! Представьте, что когда Иову сказали, он наполнит уста твоей смехом, Бог, он всегда непорочного наполнит смехом. Халлилуйя! Праведный Иов сказал, знаю, что так. Знаю, что так. Представляешь, сегодня говоришь человеку, который находится в каком-то страдании, говоришь, Бог наполнит тебя смехом. Обычная реакция, он может тебе сказать, хоть бы горя не было, какой там смех там, знаете как. Но если бы ты к смеху относился, вот как эта женщина описала свидетельство, говорит, я даже боюсь пугнуть эту радость, потому что она цена, чтобы она хоть никуда не делась, не ушла. То я сегодня говорю вам, друзья, хочу сказать, что сегодня дам предельно ясный ответ, как получить смех. Дам сегодня предельно ясный ответ, каким образом сохранить это. Вот ответ. Непорочность удивительное явление. Непорочность в человеке, это признавали, как я говорю, даже самые религиозные люди вот этих старых времен, древних времен. непорочность это явление, которое заставляет человека очень сильно радоваться и смеяться. Конкретно смех это высшее проявление радости. Я рассказывал, когда мы с Еленой Пошариной проводили инстаграм эфир, рассказывал, как у меня проявилось это впервые в жизни. И я хочу сказать, знаете, как, может в раздражение всем религиозным людям, у меня проявился смех Божий тогда, когда я про святой смех ничего вообще не слышал. Я не пребывал ни в учении, ни в какой динаминации, я не слышал, в те годы еще интернет даже плохо работал. Ну, как бы его, это была редкость, когда у человека был интернет в доме. И я молился, я просто молился, я что-то говорил и услышал, как святой дух мне сказал, говорит, помолчи сейчас и просто послушай, что внутри будет происходить. Я почувствовал побуждение замолчать и обратить внимание, что внутри происходит. И в это время в моей груди, в моей внутренности стало как будто появляться солнце, восход солнца, меня стало наполнять ощутимым теплом и светом. И это достигло такого состояния, как будто мне казалось, что два больших солнечных зайца такие ощутимо физически начали прыгать внутри. Они прыгали и я настолько растерялся, я впервые к Богу обратился так по-дружески. Я стал смеяться и говорю, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты сейчас делаешь. А это продолжалось и я настолько был еще ограничен в разуме, в религиозном, не научен, мне никто не говорил, что смеяться это нормально. я ходил в такую церковь, где об этом тоже не говорили и эти два, как я шучу, эти два больших солнечных зайца, они как прыгали внутри, но это было ощущение, никаких зайцев, понятно, там не было, как будто солнце, оно скакало, я не знаю просто, как еще это объяснить. Я смеялся минуту и поскольку я не знал, что с этим делать, оно через минуту, я как его угасил, я такой, ну окей, окей, посмеялись, что теперь, что теперь, а ничего теперь не было, ни голоса, ни движения, ничего, осталось только сильное впечатление, впечатление того, что радость это дар, смех это дар, и после того я не стал поклонником смеха, поклонником эмоций, то есть я не стал культивировать смех, я даже долго про это никому не рассказывал, пока не столкнулся со смеющимися людьми, со смеющимися людьми, Я смотрел на них, и тут же отзывалось во мне, я вспоминал свое это чувство. И я рад, что я это не пережил в собрании, ни где-то там по видео. Никто меня не учил, не раскочегаривал смеяться. Почему? Потому что это для меня свидетельство. Это сам Бог сделал это. Но вообще, если честно, почти все со мной так происходит. И я очень этому рад. Непорочность, друзья, это источник смеха. Не веришь? Я сейчас скажу тебе кое-что. Если ты не веришь, что непорочность источник смеха, подойди к зеркалу. И покажи на себя пальцем, и скажи, ты непорочный. И если до тебя не дойдет, скажи еще раз, ты непорочный. Твоя внутренность, она отзовется на это. У кого-то больше пробьет на хохот. Почему? Друзья, смех это Исаак. Когда мертвой в чреве Саре сказали, что она родит Исаак, так называемый. Он тут же проявился. Смех проявился. И когда ты, знаете, друзья, когда ты говоришь свое отражение в зеркале, ты непорочный. Может быть, ты сделаешь это впервые. Твоя мертвая к этому внутренность, она засмеется. Представьте, мертвый человек получает весть о праведности, о своей непорочности во Христе. И вот как Сара говорила, смех сделал мне Бог. Сейчас каждый, кто об этом услышит, засмеется. Я когда смотрю на себя в зеркало, я говорю, смех сделал мне Бог. Каждому, когда я скажу, Андрей праведник, он будет ржать просто на самом деле. Андрей праведник. Да мы знаем про Андрея и то, и это. Но факт остается фактом. И как бы тебя сегодня ни звали, смех заключается в том, что несмотря на все твои дела, за которые ты там скорбишь и убиваешься духом, несмотря на все это, Бог говорит, раньше Он говорит, приду и будет смех, сын Исаак. И на тебя, говорит, приду и будет жизнь. Приду и будет радость. Приду и будет праведность. И когда ты смотришь на себя в зеркало и говоришь, я непорочный, ты реально просто можно засмеяться, можно ржать просто до посинения, потому что как такое может быть с тобой? С тобой, который натворил и то, и это, и вот это, погружался и в это, и в это. И вдруг тебе говорят, ты непорочный. Первое, что возникает, это недоуменный смех. А потом ты говоришь, так это правда. И когда ты осознаешь, что это правда, возникает второй смех. Первый смех у Сары был от неверия. Они такие, да ладно, это что она посмеялась. А второй смех у нее был, когда она увидела, что она родила. И говорит, смех не предсказал Бог, как в первый раз, он говорит, ты родишь. А сделал. Оу, ес. Он сделал. Говорит, теперь даже тот, кто услышит про это, засмеется. И с твоей жизнью сделал Бог так, что ты теперь можешь смело сказать, я непорочный. И это достойно того, чтобы каждый, кто это услышал, зная, какие в каких-то вещах, может быть, был, засмеется. Вот он смех. Смех, растворяющий могилу, разбивающий все камни. И вот причина, почему ты не смеешься. Ты не понимаешь своей непорочности. Я советую всем людям, которые не могут радоваться и смеяться, изучить вопрос собственной праведности. А во Христе не собственной самоправедности. Потому что будешь скорбеть духом. А праведности во Христе, дарованной как Саре был дан Исаак. Ее внутренности. Говорит, Бог сделал так, что все смеются. И с тобой это произошло. Почему я говорю, что вопрос в изучении. Друзья, опять все упирается в твои мозги. Я хочу сказать, что даже люди верующие, кто уже испытывал смех. Если вы сделаете, это будет как тест для тебя. Ты подойдешь к зеркалу, тыкнешь в него и скажешь, ты непорочный. У тебя, возможно, будет такое внутри, что, фу, знаешь, как могильная плита. Типа непорочный. Или ты не понимаешь этого слова. Или ты не согласен с этим словом. Твоя внутренность не понимает, как ты можешь быть непорочным, когда ты что-то делал. И может до сих пор делаешь. Вот это и есть то, что производит смех. Друзья, непорочность. Почему я говорю, что все упирается в мозги. Я вам очень просто это объясню. Мозгам поврежденным, слушай меня очень внимательно, друг мой. Особенно все религиозники. Слушайте, я знаю, что вы все равно меня послушаете. Все религиозники это люди со скверненным разумом и порочной совестью. Поэтому написано, что нет мира нечестивым. Написано, что для нечистых нет ничего чистого. Они во всем видят нечистоту. Они все стараются как-то подгрести, все подчистить, там как-то подобрать. И это Библия называет это, я зачитаю. Для чистых все чисто. А для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены их ум и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Будучи гнусны, непокорны, не способны никакому доброму делу. Непокорность это заключается в непокорности духу жизни, который несет радость, праведность и мир. Они не могут, они все время переживают обличение в грехах. В грехах. Для них они сами, для себя, они нечисты. Они говорят, Христос это святость наша, но с ней не соединились и не считают себя святыми. Не считают себя непорочными. И Библия нам говорит, что это из-за того, что осквернен ум. Это из-за того, что ориентир они берут на свою совесть, а не на непорочность во Христе. Я всем хочу сказать, если ты хочешь жить по совести, используя в качестве теста для своей совести заповеди, ты никогда не будешь радоваться. Твоя совесть должна быть в духе святом. И тогда она будет свидетельствовать о тебе, как о новом творении. Говорит, да, да, ты таков, ты не порочен. Так как она, если я что-то делаю? Но когда твоя совесть в духе святом будет тебя наполнять мыслями о том, кто ты, сама позиция о том, кто ты, отшелушит от тебя все нежелательное. Поэтому именно эти люди, которые противятся духу жизни, это единственная заповедь, друзья, единственное правило, единственный закон, которому подчинено новое творение. Закон духа жизни. Не заповедям, не правилам, не уставам в поведении. Закон духа жизни. Он освобождает от закона греха, который контролируем заповедями Божьими. Закон греха. Закон духа жизни не контролируем заповедями. Не контролируем покушениями греха, используя заповедь, что-то делать. Подчинись духу жизни и радуйся. Аллилуйя. И если у тебя не получается радоваться, твой ум, значит, поврежден. Он не восстановлен в сознании, что ты не порочен, что ты праведен. И поэтому ты не можешь наполниться смехом. Бог не может наполнить смехом того, кто считает себя нечистым. Алло. Бог не может наполнить смехом твой род, потому что твой род постоянно говорит что-то о себе, как о нечистом. Я такой, я сикой. Или думает о себе, что к святости нужно стремиться, к святости нужно прийти. Это есть надежда на святость. Но святость, которая возникает из веры, она говорит, я не порочен уже сейчас, когда ты еще этого не чувствуешь. И это произведет радость. Именно этот момент осознания, что нет, 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 я не порочен не потому, что я все уже хорошо делаю. Как Сара могла сказать, я родила не потому, что я находилась в плодородном возрасте. Вау. Так и ты говоришь, я радуюсь не потому, чтобы я был достоин радоваться. Я радуюсь потому, что пришел в вестник и сказал, ты не порочный. Халлилуйя. Халлилуйя. А что происходит с людьми, которые отвергают это? Я вам сейчас зачитаю, и вы должны знать этот секрет. Все праведные, кто любит радоваться, вы должны знать секрет, почему эти безумцы не радуются. Хотите узнать? Я вам прочитаю. 31 Псалон. Давид показывает, как это работает. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия перед глазами его. И слушай. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто бы отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Знаете, вот эти люди, они на самом деле, они говорят, радоваться еще не время, еще надо очиститься, еще надо как-то к чему-то прийти. И он говорит, это нечестие беззаконного. Вместо того, чтобы принимать дух жизни, он занимается поиском своих грехов. Причем он говорит, что якобы занимается. Он просто не хочет радоваться. И говорит, что еще надо очищаться. Но Давид четко говорит, он льстит себе. Льстит себе, потому что ни одному человеку не удалось очиститься от своих грехов самостоятельно. А этот человек считает, что он может это сделать и начинает копаться. И четвертый стих говорит, слова уст его неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. А что такое делать добро? Вот доброе дело, Иисус говорит, которое надо делать. Веровать в того, кого Бог послал. Халилюя. Друзья, это просто бомбическое откровение. Друзья, все, кто не испытывает радости, вы просто не поняли своей непорочности. Если бы ты понял, что ты непорочный, не просто ни в чем не виноват. А то, что он сделал тебя совершенным навсегда. Халилюя. Навсегда это значит, что бы ты ни натворил. Отражение в славе показывает Христа в тебе. Новое творение. Существо, которое имеет право входить и выходить в любое время во святилище Божье. Имеет право на все сверхъестественное. Имеет право вступать в личный контакт с Отцом. Не через кого-то. Лично. Видеть его глазами. Вот это будет отражать зеркало славы в слове, в пророчестве. Что бы ты ни читал, к чему бы ты ни приходил, что бы ты ни слушал, трансляция будет такой. Ты мое дитя. Ты не порочен. Ты достоин радоваться. Я наполняю статую смехом. Как я могу радоваться, если я согрешил? Послушай, посмотри в зеркало славы и вспомни, что даже если ты сделал что-то не то, от этого не меняется то, кто ты есть. Возможно, ты во что-то окунулся неправильно. Так вылези просто. Посмотри в зеркало славы, вспомни, кто ты. И вперед. Дальше. Точно я тебя сегодня ободряю, как друзья Иова. Говорю тебе, правильное слово сказали. На самом деле, непорочные, непорочного уста наполняются ликованием и смехом. Халилюй. Ой, я думаю, что это вообще просто революция. Просто бомба. Вы понимаете, что даже в Ветхом Завете еврейский народ, после того, как они приносили жертву, написано, они шли, ликовали, просто танцевали. Друг мой, за тебя ни козленочка, ни теленочка, ни овечечку не принесли. Сам Божий Сын был заклан за тебя. Тот, кто был помазан елеем радости. Это ли не повод нам ликовать и веселиться? Это же оно просто. И вот я вот, знаете, вот понимаю, что даже вот те люди, которые выступают и говорят, что смех, радость, танцы, это все неприлично. В церкви все должно быть свято, чопорно, вот так вот, да? Свято – это же смех и радость. Вот что свято. Но не для них. Вы просто на самом деле находитесь не в царстве. В царстве все по-другому. Понимаете? Это вы находитесь в своем царстве. Но Дух Святой, Он живет в своем небесном царстве, не в твоем мирском. Улыбайся, друг. Это просто. Ну смотри, Оля, вот как Давид, он видел, да, сердце этих людей. Он говорит, он льстит себе, что он борется там с каким-то беззаконием, что он борется там с каким-то своим еще пороками. И самое главное, что это заявление об их борьбе – это брехня. Абсолютно верно. Это чушь полная. Они хотят ходить, как этот вот скорбный чувак, который пришел на пир. Он сидел там просто как… Чувак – это кастрированный. Так он и есть кастрированный. Без радости. Ну знаешь, когда жеребеночек на лугу, да, еще его не кастрировали, он такой резвый, он такой все, как только он сразу грустный ходит, травку жует и ничего ему не надо. Поэтому сто процентов, все правильно ты сказал. Его выбросили с этого пира, он не вкусил ничего. Друзья, мы сейчас будем, мы уже подходим к тому, чтобы начать высвобождать силу для исцеления. Я обещал в анонсе, что мы будем делать при части определенное пророческое действие. Мы уже сегодня начали эти пророческие действия с провозглашения, что Царство Божье, можешь повторить это снова, Царство Божье – это Дух Святой прямо здесь и сейчас. Царство Божье – это Дух Святой прямо здесь и сейчас. Позволь ему сейчас щекотать тебя внутри, просто касаться, что-то двигать в тебе, расшевелить тебя во имя Иисуса. Халлилуйя. И почему, друзья, смотрите, мы идем поэтапно, мы говорим о высшей небесной реальности и говорили, начали, ну какая высшая небесная реальность без крови Иисуса? Мы говорили за путь крови, за эту разорванную зависть. Кто еще не смотрел, посмотрите видео «Порталы крови». Мы еще, я обещал, мы будем говорить «Порталы крови 2», где я буду говорить о твоем двойном нахождении на небе и на земле одновременно. Это будет просто революция. И мы говорим о том, что есть путь крови, который пролегает внутри тебя. Когда ты вот пьешь, он пролегает внутри тебя. И этот путь крови – это разорванная зависть. Ты ею входишь и выходишь в святилище. Ты можешь войти туда и можешь выйти оттуда, чтобы принести что-то на землю. И таким образом ты являешься этим порталом, кровавым, можно сказать, порталом, через который движется сверхъестественная Божья сила. И через который ты можешь входить в эту сверхъестественную Божью силу. Через этот же портал высвобождаются ангелы в то место, где ты находишься. Разные вещи. Ты можешь прямо… Я такой огонь сейчас на себя переживаю. Ты можешь прямо приходить в любую пажить. Говорит, войдет и выйдет, и пажить найдет. Это означает то, что пажить – это обеспечение, это пища, это то, что нужно для твоей жизни. И это привилегия сынов – войти, выйти и пажить найдет. Как? Путем крови. И сейчас я хочу, мой друг, чтобы ты вошел в сверхъестественное Божье, где тебе нужны ответы. Посредством этой крови. Мы когда говорили целый месяц о крови, о причастии, пересмотрите эти темы. Это то, что реально тебя наставит в праведности Божьей. Погрузит тебя. Ты перестанешь сомневаться. Почему отец, он так расположил поэтапно. Сначала кровь, потом торжество. Дальше мы будем говорить вообще о крутейших вещах. Будем говорить о небесных существах, о созерцании. Потому что, когда нам описывается, к чему мы приступили, прямо перед глазами рисуется, что есть тут ангелы, духи праведников, которые с нами, которые вокруг нас, как облако свидетелей. Мы будем об этом говорить. Но сегодня, я хочу тебе сказать, ты имеешь право питаться от жертвенника, к которому ты можешь подойти путем вот этой крови. Сегодня ты принимаешь со мной причастие. Принимаешь со мной эту кровь. Ты чувствуешь, как портал, которым ты являешься, он как обновляется. Вход. Портал это парадный вход. Портал это парадный вход. Вот основной вход. Это не окошко. Это не задний двор. Это не черный вход. Это парадный вход. И единственное законное место вхождения. Путь крови. Самое интересное, что сам Бог, он движется только этим путем. Как написано, Авраам растащил части жертвы, и дух Божий, он прошел. Прямо это. Он не так. Не так. А именно через это. Всякие, кто пытается получить сверхъестественную силу без этого кровавого портала, через кровь Агенса, они получают силу из других мест. Незаконную, неправильную, убийственную для их жизни. Сегодня мы, друзья, я хочу сказать, что если грязный дух, нечистый, он может усадить человека в инвалидную коляску. Он может сделать человеку опухоль через вот эту свою какую-то силу незаконную. Мы сейчас не вдаемся в демонологию, но говорим сегодня. Не более ли кровь Христа, через которую движется Святой Дух, всемогущий Дух Творца, может вышибить тебя прямо из этой коляски инвалидной, который может взять тебя, поднять, исцелить твои ноги, колени, суставы, позвоночник, череп, все эти кости, напитать тебя жиром Божиим прямо с неба и сделать так, чтобы ты был здоров. Поубирать какие-то эти вещи, сосуды, нам тут нужды писали, я читал вообще такие болезни какие-то, я даже не знаю таких через это. И я хочу, чтобы сегодня этот портал внутри тебя, это вход и выход в сверхъестественное Божие обновился. Поэтому бери причастие. Каждый раз, когда ты это ешь, Иисус говорит, будешь иметь жизнь в себе. Не потому, что ты съел кусочек хлеба и выпил вина, а потому, что ты съел кусочек его тела и его выпил крови. Все свойства Сына Божьего, который есть Дух Жизни, начинает проявляться в тебе прямо сейчас. Ты можешь чувствовать это помазание прямо огонь на себе во имя Иисуса, который вышибает из твоей жизни, жизни твоих родных, вот этих духов, одетых в небрачную одежду, в неторжественную, который вышибает из твоей жизни всякое уныние, который вышибает из твоей жизни всякое зло, всякую тьму во имя Иисуса. И бери со мной прямо сейчас это тело, истинное тело, истинную кровь, истинную пищу и питье, бери вместе со мной. И когда ты это съешь, внутри тебя ты прямо Духом обнаружишь открытую дверь в небесную реальность, в высшую, из которой потечет в твой Дух, в твою душу и тело, жизнь Божья, о которой говорил Иисус, если не будете это делать, не будете иметь жизни в себе, значит, если ты делаешь сегодня это, жизнь Божья проявляется ощутимо. Я прямо вижу сейчас в Духе, как исцеление происходит, легкие исцеляются у кого-то. Мы сегодня за кости молимся, но я вижу, что легкие, легкие. Кстати, писали нужду же, по-моему, да, за какой-то коронавирус там легкий. Сейчас все люди, которые болеют пневмонией из-за этой эпидемии, из-за вот этой сложной формы пневмонии, принимайте свое исцеление. Я увидел сейчас прямо, как огонь охватывает легкие, и приходит исцеление во имя Иисуса. Огонь, огонь, все пораженные части легких, восстановление во имя Иисуса, помазание Божье в каждую клетку в легких, в дыхательные пути во имя Иисуса, во имя Иисуса. Это происходит прямо сейчас. У кого-то легкие наполняются сейчас смехом. Я вижу прямо сейчас, как будто начинаются такие сотрясания, и вы чувствуете, что хохот пробивает вас. Смеетесь на здоровье. Это написано благотворно для костей. Халилюя. Давай сейчас будем принимать причастие. Спасибо тебе, отец. Давай сейчас побудем чуть-чуть в этом, в этой нежности Божьей. О, Иисус. О, Господь, слава тебе. Дух Святой наполняет сейчас то место, где ты находишься. О, Иисус, слава тебе. Помазание, 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 исцеляющее помазание Божье, вожделенное помазание. О, Господь, слава тебе. О, Иисус. Халилюя. Халилюя. а отец он обнимается до сейчас отец он просто ласкается до сейчас он наполняет смехом твою ста наполняет и а наполняйся вот духом сейчас наполняйся вы исцелением сейчас наполняйся его смехом сейчас его радость его торжеством его победы вкушай сейчас с небесного стола с небесного это не сверху это здесь здесь на небесах сила этого века наставшего царство божьего вкушай сейчас свое исцеление скажи просто это как вкушать говори словами я исцелён и пусть это провалится внутри тебя еще скажи я исцелён я исцелён я исцелён божий а такие волны сейчас испытываю волны его помазания скажи сейчас это со мной я исцелён я исцелён библия говорит пророческое послание сила божья она говорит от плода уст насыщается чрево если твоему телу нужно исцеление сейчас есть помазание чтобы скушать это возьми и скажи я исцелён и прими это съешь это во имя иисуса отец я благодарю тебя я благодарю тебя за каждого кто меня сейчас слышит и видит я высвобождаю твоё помазание высвобождаю твоё исцеление на кости всех людей на плоть всех людей кто смотрел и будет смотреть во имя иисуса я высвобождаю помазание уточняю кости помазанием божьим я вижу сейчас как стекает такой как жир по позвоночнику грыжа уходит зажатые нервы освобождаются крестец исцеляется во имя иисуса локтевые суставы исцеляются кистьевые суставы исцеляются во имя иисуса помазание божье помазание божье слава 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 тебе а только распадется всякое ермо и снимется всякое бремя плечевые суставы сейчас исцеляются во имя иисуса вот здесь исцеляются суставы прямо сейчас именем иисуса именем иисуса позвоночник снова вижу позвоночник от самого затылка до самого копчика полное исцеление позвоночника между лопаток я вижу как будто в позвоночнике проблема исцеление прямо сейчас во имя иисуса много главная не исцеляя я послал наличию если она исцеление общей oohey течем жизнь течет Принимай свое исцеление. Скажи, я исцелен. Положи руки на больные места. Положи руки на больные места. Я прямо сейчас призываю помазание, и пусть оно течет по твоим рукам прямо вместо проблемы. Сила будущего века вкушаема тобою. Скажи еще раз, это Царство Божие, это Дух Святой здесь и сейчас. Сейчас. Царство Божие, это Дух Святой здесь и сейчас. Халилюя. Какие-то, давай еще, я почитаю нужды, которые у меня есть. И мы сначала прочитаем то, что уже есть, а потом еще то, что есть в эфире. Очень-очень просила молиться, это, конечно, не Костя, но просила молиться женщину. Людмила, значит, за внучку. У внучки диагноз венозная дисплазия. Долго лечили, стало хуже. Два года назад операция не помогла. Значит, на лице какая-то венозная дисплазия. Ну, такой синяк прям, который не помогут. Я прислала фотографии этой девочки, у меня так расположился прямо. Людмила, если девочка с вами сейчас, положите руку на ее щеку, на ее лицо. Если не с вами, просто в духе давайте сейчас это сделаем. Возлагаем руки на эту девочку. Я высвобождаю силу Божью прямо сейчас на ее лицо. Высвобождаю чудо прямо с престола. Пусть немедленно, немедленно во имя Иисуса Христа венозная дисплазия убирается вон. Все сосуды, ткани на лице приходят в соответствии со Всевышним Божьим замыслом. От тука Божьего, от помазания снимается бремя и распадается ермо. Именем Иисуса Христа высвобождаем исцеление. Женщина говорит, я инвалид, по-моему, по слуху. Да. Проблемы со здоровьем, с работой. Финансов не хватает на лекарства. Написано, что радость Божья благотворна, как врачество. Чтобы не пришлось, знаете, вот лекарства есть радость. И я прямо сейчас высвобождаю, это Людмила зовут женщину, высвобождаю на вас елей радости и исцеление слуха во имя Иисуса Христа. Я повелеваю ушам открыться, открыться во имя Иисуса. Повелеваю прямо сейчас ушам открыться именем Иисуса. От помазания снимается ермо глухоты. Прямо сейчас. Аллилуйя. Что там еще у нас? Татьяна пишет, что давно нет радости в семье. У сына пострадал разум после диабетической комы. Демоны загружают его психику. Вопрос с психикой, так? Угу. После диабетической комы. Да, да, да. Это елей восстановления, помазание на восстановление. Помазание на восстановление. Прямо сейчас, отец. Пусть радость будет совершенная. Пусть прямо сейчас эта причина. Как незваный гость, одетый в неторжественную одежду. Я изгоняю прямо сейчас. Связываю по рукам и ногам. Всякое психическое отклонение. Всякие последствия диабета. Вон с этого торжества во имя Иисуса. Помазание Божье. Помазание Божье. Я высвобождаю прямо сейчас. И ангелы берут всякого гостя в неторжественной одежды. Вышвыривают вон. Именем Иисуса. Аллилуйя. 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 Друзья, если даже не называется ваш диагноз. Если даже не называется ваша проблема. Сейчас в этом торжестве. В этом царстве. Куда надо входить не скорбями. А наоборот оставить скорби за пределами. И есть ответ для тебя. Он наполнит уста твоей смехом. Он наполнит твою душу торжеством. Радостным ликованием. Воскликни что-то сейчас. Вот там, где ты находишься. Просто воскликни. Подскочи. Подними руки. Скажи. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот за ковид просят помолиться в реанимации. Буяновская. В реанимации с отеком легких. Мы за легкие молились. Друзья, я хочу сейчас помолиться. Вот ковид. Сейчас проблема. Пишут легкие. Это вирус. Вот эти все симптомы. Отсутствие обоняния. Вот все, что связано с этим вонючим коронавирусом. Прежде всего, я хочу вам засвидетельствовать, друзья. Я уже говорил и еще хочу. Дайте. Вот сейчас мы будем молиться против коронавируса. Помолимся. Хотя это не кости, но очень актуально. Списки присылают. Служителя заболевшие. У меня свидетельство. Как только я снял видео про белорусский ответ коронавирусу. Называется. Белорусский ответ коронавирус. Очень помазанное видео. Всем смотреть и исцеляться. Реально. На меня на следующий день набросились все симптомы. Стало плохо так, что я думал, что я умру. И тут же приступил демон и стал мне в разум давать мысли. Ты там, говорит, накричал на этом видео. Ты умрешь, и я сделаю из тебя знамение для всех твоих братьев и сестер, что вы бессильны. Я помню, два дня это длилось, двое суток. Давление на мозги было такое, что мне плохо было уже даже душевно. И что я сделал? Я даже жене своей сразу не сказал. Сказал уже, когда меня попустило потом. Не сказал, почему. Потому что я не хотел даже свою жену смущать этим фактом. Чтобы она не приходила в смятение. И я сказал Богу, я сказал, отец, ладно бы просто, если бы я ничего не заявлял. Я бы просто лег бы и лечился, как все нормальные люди. Но если я сейчас после того, что я сказал, начну пить таблетки, обращаться к врачам, какое же это знамение. Я сегодня снова говорю и снова выступаю в вере, друзья. Что сейчас уже все кричали служители, а сейчас уже кричат все меньше. Попереболели куча служителей. Пастора, которые говорят, что нас это не коснется. Попереболели многие втихаря, никому не сказали ничего. Я никого не осуждаю, лечитесь, друзья. Если заболели, лечитесь. Но в моей ситуации это не могло быть так. Я сказал, отец, лучше я умру и тогда, поймите меня правильно, если я умру, мне уже будет все равно, знамение я тут на земле или нет. Но если я говорю, мне надо еще здесь жить, то, пожалуйста, я не пойду к врачам. Я не пойду к врачам, я не буду пить эти таблетки, я не буду лечиться и даже не дам повода говорить никому, что как-то я этому ковиду уступил. Кто-то может сейчас сказать, ну ты не геройствуй, там еще это. Я и не геройствую. Для меня и сегодня эта позиция такая важная, друзья, что церковь, она должна быть знамением. Пусть ты не чувствуешь себя ущербно, если ты переболел и лечился. Это все нормально. Ну, если ты лечился, я не говорю, что ты неправильно сделал. Но я говорю в ободрении тем, кто сейчас проходит, вот заявляет нужды, что все критично. Восстань, мой друг! Ты знамя, реально, ты должен победить. Вот знаешь, как любой ценой. Поднимись над этой болезнью. Посмейся просто, выстави ее на посмешище. И через два дня я промучился с этими мыслями. Больше всего, вот, друзья, это, знаешь, как дно, от которого можно оттолкнуться. Страшнее смерти быть позором христианским. Страшнее смерти перестать быть знамением для этого мира. Вот это страшнее. Поэтому Павел, он говорил, я не дорожу своей жизнью, мне лишь бы совершить то, что Бог сказал. Вот что важно. И если бы все мы сегодня это делали, мы бы не болели вообще. И я уперся, я просто встал так, думаю, ну, знаешь, даже если и не так, и я не покорюсь. И в среду, вот это воскресенье, я выпустил видео, два дня, понедельный, вторник, пробыл в этом состоянии. И в среду утром проснулся здоровым полностью. И сегодня я, да, и Оля свидетель, не принял ни одной таблетки, никому ничего не сказал. Я просто задушил этот ковид. Вот так взял его и задушил. И во имя Иисуса, я говорю, мы должны душить все болезни. Мы должны душить онкологии, душить туберкулезы, душить дисплазии, болезни костей. Потому что у нас сила. Халилюя. Поэтому если ты болен, у тебя с легкими там проблема, ты там ковид этот подцепил, давай вышвырнем его, связав по рукам и ногам во тьму внешнюю, пусть скрижащит зубами. Отец, мы благодарим тебя за власть, связать ковид по рукам и ногам и вышвырнуть вон. Армия встает, ковид победить, ковид победить, ковид победить. Во имя Иисуса Христа я проклинаю вирус. Всякий вредоносный вирус проклинаю именем Иисуса. Всякое поражение легких проклинаю именем Иисуса. И высвобождаю Божью силу и благодать на твои легкие. Прямо сейчас можешь чувствовать, как огонь сходит в твои легкие. Огонь сходит в твои легкие во имя Иисуса. Полное исцеление. Полное, чудесное, бесповоротное исцеление. Там, где было разрушение, восстановление, оттуда распадается всякое ермо на твоих легких, на твоих бронках, на дыхательных путях. Отшвырни от себя все, что вспомогает, все, что еще удерживает тебя в тисках болезни. Ты здоров. Ты здоров. Ты исцелен во имя Иисуса. Аллилуйя. У нас тут очень много всяких нужд, не связанных с костями, но таких. Друзья, давайте просто, чтобы было чуть-чуть по теме. Мы еще будем неоднократно молиться за исцеление. Хочу вам сказать хорошую новость, братья и сестры. Хочу сказать вам хорошую новость. У нас, мы не просто, знаете, сели тут Андрей с Олей, и мы тут такие руками машем и исцеляем. Целая команда ходатаев молятся за все ваши нужды. Да, прямо сейчас. Все, что вы пишете, мы это пересылаем в наш чат ходатайственный. Там два десятка ходатаев, они просто в течение еще трех дней, как минимум, будут промаливать все ваши нужды. Поэтому сейчас мы сделаем так. Я вижу, что много нужд поступило не связанных с темой. Вот мы за костей отдельно молились, высвобождали. Мы сейчас все нужды принесем к престолу. Ходатай вместе с нами, они видят сейчас эфир, они видят ваши нужды. Мы прямо сейчас высвободим силу Божию. Ты, независимо от того, зачитали твою нужду или нет, молодец, что ты ее прислал, она прочитана, она принята, она принесена в присутствие Божье. И сейчас твоя задача это быть этим порталом. То, что мы сейчас принимали причастие, делали пророческий акт, открывая внутренность для сверхъестественного Божьего. Сейчас ты полностью готов принять свое исцеление. Полностью. Поэтому, где бы ты ни был, положи на себя руку прямо сейчас. Ходатай, кто смотрит сейчас нас в этом эфире и читает эти нужды, присоединяйтесь. Даже те, кто не является в команде Ходатай, но вы видите этот эфир и вы здоровы, молитесь вместе с нами за людей, которые имеют нужды. Пусть прямо сейчас сила воскресения, сила Божьего смеха с престола отворит темницы. Во имя Иисуса я призываю Божий огонь на всякую болезнь. Я призываю Божий огонь и вышвыриваю во тьму внешнюю. Все, что не приносит торжества, депрессии, болезни, нищета, ни устройства. Во имя Иисуса мы вышвыриваем во тьму внешнюю. Жизнь течет сейчас к пораженной части тела. Жизнь течет. Ты можешь положить прямо руку на больное место и почувствовать, как помазание течет. Точно, как сейчас оно течет по моей руке. Я чувствую это и высвобождаю в твою руку. Пусть прямо сейчас ты почувствуешь, как жар идет в пораженную часть тела. Это дух жизни струится, изгоняя всякую тьму. Во имя Иисуса, независимо, какой тяжести у тебя болезни. Если ты не мог стоять, вставай. Если ты не мог ходить, ходи. Если ты не мог приседать, приседай прямо сейчас под воздействием силы Божьей. Если у тебя болела голова, я вижу сейчас давление в черепной коробке неправильное. Нормализация. Положи руку себе на голову. Прими помазание. Помазание Божье. Ис. Халилюя. Халилюя. Кто-то не мог сгибаться. Крестец еще раз приходит. Сгибайся. Ты исцелен. Прям почувствуешь смягчение сейчас в спине. Вот здесь. Смягчение. Как будто натерли внутри густым маслом. Таким куском масла. Я вижу этот образ. Прими уточнение костей. Уточнение костей во имя Иисуса. Восстановление хрящей во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я сейчас вижу в духе девочку маленькую. С глазами проблема. Мама сидит рядом. Положите руку на ее глаза. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Пусть глаза будут восстановлены. Восстановление во имя Иисуса. Халилюя. Глаза будут восстановлены. Возвращается свет глазам. именем иисуса именем иисуса слава тебе сегодня до эфира когда молились у нас было высвобождена именно тоже за глаза уходит сухость глаз поэтому я сейчас освобождаю что сухость она уходит сухость глазах уходит во имя иисуса мы провозглашаем восстановление слезных желез именем иисуса прямо сейчас я говорю восстановление слезных желез влажность в глазах восстанавливается именем иисуса именем иисуса именем иисуса брат просит помолиться или сестра семья распалась не знает как выйти с этого распалась семья друзья я хочу сказать что после этих эфиров у нас было свидетельство семья которая распалась разъехалась я забыл зачитать вначале жена с детьми она переехала к матери писала свидетельство что из вот из-за этого взаимоди ну я служил чуть-чуть поговорили все на теме торжества и семья воссоединилась приняли друг друга съехались и это очень классно торжество способна на все восстановить семью восстановить здоровье восстановить радость все поэтому друг мой как зовут человека ну понятно такой логин антра это саша восстанавливается семья во имя иисуса мы высвобождаем торжество для восстановления семьи торжество восстановления точно так как семейные узы были восстановлены когда сын вернулся к отцу в дом точно так все кто сейчас вне дома вне семьи семья распалась мы провозглашаем восстановление семейных уз родственных уз помазание на восстановление дух святой приводит людей примеряет людей главный миротворец помазание святого духа именем иисуса мы высвобождаем также ангелов божиих которые устроят пути домой вы знаете что блудному сыну кто-то сказал в ухо приди в себя кто-то невидимый потому что написано что он со свиньями и жил там и вдруг услышал внутри это написано пришел в себя и подумал вернусь к отцу я верю в то что невидимый голос внутри произнес внутри него эти слова вернись к отцу у него много еды у него все есть он ждет тебя возвращайся и написано он пришел в себя я высвобождаю сейчас всем заблудшим из семьи людям приди в себя приди всегда пусть придут себя отец пусть они придут пусть они услышат этот голос внутри приди в себя вернись семью именем иисуса именем иисуса халилюя дорогие друзья мы очень рады прямо ну мы можем бесконечно это делать и с радостью будем это делать ходатай наши будут молиться мы молимся еще ближайшие три дня за все ваши нужды в следующем нашем эфире друзья у нас будет особенный эфир дело в том что мне исполнится 40 лет как раз в конце следующей недели хотя выгляжу я на 30 но исполнится 40 вот и я хочу сделать такое небольшой праздничный эфир поблагодарить моего отца за торжество жизни которые он дал познать и там тоже будет молитва важное послание за каждого я знаю что этот день я всегда прошу отца особенные подарки в мою жизнь он все время знаете как отец проси что хочешь и я всегда прошу то что связано с царством потому что лучше этого нет ничего и я поделюсь этими подарками с вами в день рождения поэтому присоединяйтесь на следующий эфир до встречи в студии дворусский дар мы вас любим мы вас благословляем рады за вашу поддержку молитвенную финансовую это все очень к месту очень кстати не останавливайтесь пусть ваше расположение сердца не будет блокировано до новых встреч мы вас любим пока